Здравствуйте! Сегодня у нас тема дыхания и ситуация, с которой мы начинаем работать, это дыхание животом, то есть дыхание по факту диафрагмы. Проверяем тонус мышц шеи. Первый шейный, второй шейный, третий шейный, четвертый, пятый. Это были межпозвонковые мышцы, лестничные, поострее. Вот в таком состоянии находится шея. Верхние ребра используются как платформа для крепления лестничных, чтобы лестничные помогли межпозвонковым стабилизировать шейный надел позвоночника. Объем воздуха нужно прокачать тот же самый, верхняя часть грудной клетки выключилась. Из дыхательного процесса, соответственно, больше работает диафрагма, а чтобы у нее было место, больше работает живот. При этом о внутрибрюшном давлении выше атмосферного речи не идет, потому что живот вздымается с каждым дыхательным движением. И если мы его заставим напрягаться, то мускулатура подрагивает, то есть дрожит полностью голова, шея, видите, да, то есть стабилизация в шее нарушилась, а живот все равно продолжает вздыматься. Организм сейчас не хочет работать в таком режиме. В таком состоянии, особенно мужчине, находиться долгое время непривычно, неприятно и неэффективно. В норме дыхание должно быть полной грудной клеткой с помощью диафрагмы. Живот и его основная функция быть втянутым, чтобы создавать внутрибрюшное давление, чтобы это поддерживало поясницу и через это весь позвоночник. Об этом есть видео про внутрибрюшное давление. Продолжение следует... Сейчас мы поделаем специальное упражнение для активации грудного дыхания и где-то через 15 минут проверим результаты. Я прохожу по лестничным, по разгибателям, по подъемникам лопатки и нигде не нахожу никакого спазма или какой-то болевой реакции. Обратите внимание, живот втянулся сам, то есть вот сейчас никакого воздействия на него не оказывается, он намного ниже, чем линия ребер. Грудная клетка дышит из центра во все стороны, такое ощущение. То есть нижние ребра раскрываются вширь и вниз, боковые вширь и верхние соответственно идут наверх. Лестничные мышцы помогают обеспечивать вдох и благодаря тому, что они наконец-то работают в пульс режиме, они болеть перестают, то есть сейчас и впредь. Конечно, живот немного участвует, но вместе с тем он втянут, он обеспечивает давление. Ну, в лежачем положении оно примерно равно атмосферному, когда он встанет, то давление будет выше атмосферного. И баллон, так называемый брюшной полости, он будет поддерживать позвоночник, потому что он может на этом сосредоточиться. Если напрячь живот, грудная клетка обеспечит телу необходимым объемом кислорода. И не только в лежачем или в статичном положении, но и в движении, в частности в беге. Тело полностью вытянутое и прямое, вытягивать некуда. Вот так должен выглядеть мужчина, когда у него с телом все хорошо. Да, и хочется обычно дышать глубже, особенно когда только к этому привыкаешь.